Привет, вы на канале НЕТИПИЧНОГО КУДОРНИКА. Сегодня в этом видео хотелось бы снять небольшой такой влог с рабочего момента про то, как я складирую и храню фотографии. Вот слева открыта папка с фотками на телефоне. Я их несколько дней назад зафотографировал, а сегодня на видео буду их раскладывать, раскидывать по папкам. Справа вы видите хранилище с фотографиями. Так, заходим в папку картины на продажу. Вот тут все картины по тематикам или по одиночке. Например, вот эта вот одна картина, а там, где море, их тут три. И что ж, приступим. Для начала я создаю папку распределитель. Так. Так, где она? Вот она. Открываем. Берем фотографии. Копируем. А можно и вырезать даже. Я когда вырезаю, когда копирую. Так. Вставляем сюда. Сейчас она будет долго-долго перегружать с телефона на нашу папку. И там надо будет еще несколько фоток вырезать. Я не все захватил сейчас. Вообще, зачем это все делается? Чтобы было проще ориентироваться в папках в том, как... Где все лежит, как все расположено. Я уже знаю эту всю систему, по которой у меня происходит работа. И так действительно проще, когда знаешь, куда жать, где брать. И все это помогает в работе очень сильно. Ориентироваться. Так. Сейчас тут обновиться. Угу. Так. Где оно еще? О. Три штучки. Копируем. Точнее вырезаем. Сюда вставляем. Угу. Вот у нас есть папка распределитель. Телефон я уже, наверное, сейчас выдерну. Так. Хорошо. Теперь что у нас это за работа? Во-первых, есть лесной ручеек. Вот этот вот. Кладем его вот сюда. Дальше есть работа с... А я даже не помню, что это у нас с работой. Ага. Сиренью две. Тут надо заново создавать папки. Потому что лесной ручеек я просто дополнял фотографии. А сиренья, они новая работа. Так. Создаем с черной обводкой. Потом какое-нибудь красивое название придумаю. Давайте сразу перекачаем все зеленые фотографии. В папку леса. Лесного ручейка. Так. Раз. Два. Создаем папку букет. Папку, папку, папку. Как ее назовем? Фактурный букет. Давайте так. Красивое название. Букет. Бутек. Копируем все фотографии. Туда. Фактурный букет. Ага. Это и вот эти две еще. Опа. И сирень. Я даже не знаю, как ее назвать. Ну, пусть будет... Не знаю. Я даже как-то не думал над этим названием. Ну, пускай будет сирень просто. Потом переименую. Как-нибудь. Сирень. Какую-нибудь букву лишнюю. Чтобы не было ошибки. Потом... Копируем это. Копируем это. На заднем плане черепаха шебрушит. Извиняюсь за нее. Но как вот есть. Вот это тоже все. В сирене с черной обводкой. И что теперь? Теперь надо раскидать папки по разделу. Вырезаем две папки сиренью. Вставляем в папку сирени. Неожиданно. Вот она тут. Так. Тут уже есть две текстурные и теплые сирени. Вставляем эти две папки. Дальше возвращаемся в распределитель. Лесной ручеек. Но это, я думаю, можно просто вот так вырезать. И вставить в эти папки. Чтобы... Да я не знаю. Куда я? Можно. Не, можно создать папку с цветами. Но цветов пока таких вот мало. Мотивация к работе. Так, это по поводу работы. Это ладно. Тоже что-нибудь сделаю. Потом я папку распределитель просто удаляю. А продолжаю работать с этими четырьмя папками. Которые мы с вами создали. Ну как? Зеленый лес уже есть. А вот это вот сирень. И букет. Будем продолжать работу. И сейчас я в видео как раз расскажу, что тут будет. Я создаю папку с сжатыми фотографиями. С сжатым материалом. Потом в программе я... Так, нет, вру. Сначала создаю папку готовый материал. Потом выбираю лучшие фотографии из того, что есть. И перекладываю в эту папку. Чтобы потом во время работы над галереями, над соцсетями, сразу же открывалась папка с нужными фотографиями, с готовыми. Я их все сразу пачкой копировал. И выкладывал. То есть нет такой мороки, что я сижу, каждый раз выбираю какую-то фотографию. Нет. Уже выбрано все. Есть от 7 или от 6 до 10 фотографий хороших. И они здесь будут лежать. Покажу на примере уже, на готовом. Это текстурная сирень. Вот есть просто фотографии, которые были сделаны. А есть папка готовый материал. Вот как раз эти все фотографии. Есть аннотация к этой работе. И ее я создаю при помощи Яндекса Лиса в нейросиде. Потому что к каждой картине придумать описание это очень сложно. Как по мне. А есть также папка сжатые фото. Вот она. А некоторые галереи требуют слишком маленький формат размер фотографий. Поэтому приходится брать на специальных программах в интернете и сжимать размер фотографий. Ну вот что же без мороки, без какой-то. Один раз сел, сделал и потом сидишь, работаешь. Для чего это все? Я выкладываю в несколько соцсетей работы и в несколько галерей. есть специальная база данных. Называется Единое счет расположения работ по сайтам. Сложное такое название. И вот все это. Сейчас я работаю над вот этим блоком. Также есть вот этот блок. Там с Авито, Юлой, Ямой. Которая, кстати, сейчас отключена. Галерикс. Тресера это я отправил тут заявку пока жду ответа. Купи-продай, арт-мажор. Ну тут тоже иностранная галерея. Проблема с Пейпалом. Как делать я пока не знаю, но работы уже некоторые выложил. А сейчас работаю над вот этим блоком, где Пикабу, Пинтерест, Мон Милан. Кстати, там больше всего не принятых работ. Вот это, кстати, приняли. Давайте сразу отметим с вами. Зелененьким. Красное это не принятое, зеленое принятое. Вот эти вот голубенькие. Извиняюсь. Голубенькие. Это которые либо проданы, либо заархивированы. А, нет. Голубенькие просто заархивированы. А вот эти вот розовые, они уже проданы. То есть Лес жизни продан, Туманное будущее продано, и еще что-то было продано. А все остальное, все, что белое, надо выкладывать по галереям. Сообщество ВК. И-и-и-и-и. Вот это все тут есть. Одноклассники в личной странице и сообществе. Общая статья, отдельный пост. Вернисаж 365. Вот как раз работает с сайтом. В следующем видео расскажу, что там за такая идея. За предграмм, Мон Милан. Ну и вот эти штуки, я уже про них рассказывал. Это что касаемо моего рабочего пространства в ноутбуке. Не в интернете, а вот в электронном. В электронном электронниче. В электронной. Ну, вроде все, что хотел, рассказал, показал кусочек работы. Про то, как тут все устроено у меня. Ну и думаю, это видео можно заканчивать уже. И спасибо, что посмотрели до этого момента. Так, папка архив, это какие-то старые фотографии. Или живопись, которая не продается. Так. Тут это все тоже хранится, есть и лежит. Ну, а вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем хорошего дня.